всем привет дорогие друзья это видео о поездке киев в одессу его диагнозе и его дальнейшем лечении сначала я хочу рассказать вам почему все так резко произошло то есть понятно вы смотрели видео про киеве все было нормально все было отлично да и тут вдруг мы едем в одессу на срочную операцию значит то что все писали что киви толстый оказалось неправдой как вы читали может в комментариях я многим отвечала что киви ест немного и я его порцию уже давным-давно урезала но вес стоит на месте в чем оказалась проблема проблема оказалась во внутрь брюшной опухоли которую я нащупала в том видео вот не в том видео а в тот день для ориентира когда я снимала знакомство борис киви это было восемь дней назад семь дней назад я это видео выложила на канал вот в тот день я нащупала эту опухоль и я хотела даже сказать об этом видео но мне даже кося сказал что ну может быть ты ошибаешься ну вроде бы не ошибаюсь в общем мы решили пока не говорить а съездить сначала кротологу в одессу я планировала ехать в эту субботу кротологу записаться сегодня четверг я планировала через два дня ехать в одессу но стремительно развивались события во вторник вечером у киви был как приступ ему было очень плохо он был нахухленный я его то есть утром он поел отлично все было нормально вечером ему резко стало плохо я написала сразу анастасия антоненко нашему родологу в одессе которого вы все знаете и спасибо огромное за то что она согласилась нас принять вне без записи то есть приезжайте будем искать окно и все порешаем поэтому всю среду я провела в одессе вместе с киви и в этом видео вы увидите как это все было немного снимала в клинике как раз чтобы спасибо тоже и за то что она разрешила снимать чтобы она все рассказала о его диагнозе что с ним происходит и какие дальше последствия лечения и и так далее то есть вот я уже ничего не помню а так видео вы все услышите сами и еще я хочу сказать огромное спасибо за вашу финансовую помощь без которой мы просто не справились просто даже не из чего было бы лечить киви оставались средства еще летом которые нам дали и то что сейчас вы давали правда на лечение собаки но я уверена конечно сто процентов что вы любите всех наших животных одинаково и для вас нет разницы какому из наших животных помогать спасибо вам огромное снимала я урывками может быть что-то будет непонятно но сейчас в принципе я объяснила какая причина нашей поездки туда смотрим видео всем привет мы сейчас на приеме кивика только что смотрели пошли спрашивать насчет узи еще он возмущился что тругой там мы смотрите узи можно будет сделать сегодня раньше чем через час там будет окошко небольшое вы тогда можете вниз проходить в хоу и там ждать хорошо вот и уже по результатам узи будем дальше решать делать снимки надо и делать или не надо все плохо по узи то возможно нет смысла дальше все идем ждать а 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 夫 нет Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, скажите о медовенчестве. Харченко Наталья Владимировна. Два года и один месяц? Ну, примерно, или два, или два и один. То есть, когда он к нам попал, просто он был очень худой и маленький, а отъелся у меня очень быстро, вырос на мясе. Поэтому я думаю, что он был старше, чем мы думали сначала. Первое согласие. Первое согласие на поведение операции, то, что мы проводим диагностическую аппаратомию, удаление на образование, если это возможно. Стоимость процедуры 3-4 тысячи, гистология 500 гривен. Здесь фамилия, имя отчества, подпись. Фамилия, имя отчества, руки трясутся. Плюс ему надо будет сделать еще рентген. Мы тоже, наверное, завтра сделаем. Я его хочу сейчас начать обезболивать уже. Второе согласие на стационар, потому что он помещается в стационар для послеоперационного ухода. Стоимость за сутки до операции будет 300 гривен. То есть, до завтра это вместе с обезболиванием. После операции 1000-1200 сутки. Если он нормально все перенесет, будет самостоятельно кушать, какать, то, скорее всего, суток будет достаточно. Вы его сможете забрать, допустим, в пятницу. Вот, ваш номер телефона. Здесь подпись, здесь подпись. Сейчас я вам скажу, сколько вам надо завансировать. Я в любом случае вам утром позвоню, расскажу, как дела, и помогу написать. И потом уже, и потом уже с вами свяжемся непосредственно после операции. Угу. Я с шести уже на ногах, то лучше, конечно, звонить в любое время. Я так по 9-му. Угу. Сейчас надо будет оплатить тот долг, который есть в приеме и УЗИМ, и оставить 3750. У нас с собой получается только 2800 просто. Ну, ставьте 2800. Ничего. Ну, как бы вы же знаете, что надо. Ну, вы на карточку сможете тогда уже. Да, что как бы, я же никуда не подъеду. Если он операцию переносит, собственно, то тогда за стационар можно будет авансировать карточки. Если он ее не перенесет, то, соответственно, это будет намного дешевле. Угу. То есть, если мы открываем, смотрим, автоназируем, то это будет там до двух. Все вместе. Вы мне тогда номер карточки скинете, и я вам когда-то сегодня... Это на регистратуре. Ага. Когда завтра мы с вами... Ну, давайте тогда вы оставляете то, что есть. Хорошо. После операции мы уже связываемся. Если он ее переносит, собственно, тогда вы уже остальное кидаете. Если нет, то, скорее всего, тогда этих денег хватит. Угу. Ну, вообще, зерносмесь и я еще... Ну, кашу варю у собаки. То есть каша, там, морковка и, ну, какое-то мясо либо рыба. Но это, как бы, не каждый день. В основном, зерносмесь. И американский корм нам еще прислали. Подписчица подарила Оксболу. Ну, как бы, тоже иногда, по чуть-чуть. Для разнообразия. А сегодня я кормила его йогуртом домашним. И бананом. Потому что я не хотела ничего зерного есть. А, еще этот Оксболу, я уже в воде размочила. Он поел в виде кашицы. Тяпочку. Сейчас я его еще взвешу, перейти, высадить. это будет 6 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 8 6 8 8 8 9 10 11 13 14 14 14 15 15 15 15 22 25 22 23 24 25 25 У него там хорошие условия, у него камера светлая, теплая, у него будет еда, вода, он будет в надежных руках. Ему сейчас будут вкалывать обезболивающие, то есть это гораздо лучше, чем если бы я забрала его сейчас домой. И когда его положили в камеру, он сразу же залез в домик, там есть у него домик, конечно, укрытие, он сразу в него залез. Короче, ему нужно сейчас отдыхать, и ему сейчас нужно должное лечение, поэтому он остается на стационаре. А я еду домой, и надеюсь продолжение у этого видео будет, у этой истории будет хорошее. А пока на этом история сегодняшнего дня окончена. Ребята, я уже в маршрутке, сейчас у нас по времени в 18.23. В 3 отправляться она будет, я так понимаю, в 7. Где-то, короче, ближе к 10 я буду дома. Вот так вот весь день я потратила на поездку к ротологу, на лечение крысы. Еще раз говорю, если вы собрались заводить крысу, взвесьте все за и против, потому что лечение крысы очень дорогое. Ну, в принципе, как и лечение любое сейчас, и человека, и собаки, и кошки, лечение дорогое. Крысы живут мало, болеют, лечить их нужно много и долго. В общем, жду отправления.